На международной выставке Иннопром принимают участие более 400 экспонентов и около 60 представителей регионов России. Предприятия Челябинской области представили свои разработки в области аэрокосмоса, экологии, транспортного машиностроения, новых технологий и материалов. Тема выставки – устойчивое производство, стратегии обновления. Представленные экспонаты направлены на достижение технологического суверенитета. Мероприятия выставки проходят с участием председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина и других руководителей. Одним из участников выставки стал Южноуральский государственный университет. Все проекты реализуются при поддержке Челябинской области, то есть Челябинская область инвестирует в данные проекты. И второе – проекты реализуются с индустриальными партнерами, те, которые также работают в Челябинской области. Соответственно, мы здесь показываем взаимосвязь науки, бизнеса и проектов, которые интересны региону. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер уделил особое внимание экспозиции ЮРГУ. Так, глава области отметил актуальность эксплуатационных свойств новых полиуретанов и уникальность принципа работы накладного гидроакустического расходомера Комега-П1О и технологии переработки техногенных отходов. Также на выставке представлены результаты ведущих проектов Уральского межрегионального научно-образовательного центра «Передовые производственные технологии и материалы», в том числе проект по созданию двигательной установки для возвращаемой многоразовой одноступенчатой ракеты-носителя. Проект позволит существенно снизить стоимость космических запусков. «Сегодня я представляю на стенде демонстратор двигательной установки с охлаждаемым центральным телом, работающий на топливном паре, газообразный кислород, газообразный водород. То есть в этом году мы планируем создание подобного демонстратора с увеличенным временем работы, а также создание демонстратора системы управления, который будет осуществлять вертикальный взлет, перемещение и посадку». ЮРГУ представляет и другие проекты УМНОЦ, в частности, систему экологического мониторинга «Экомонитор», макеты следящих гидроприводов с гидростатическими направляющими, экспонаты из полиуретанов, не содержащие в своем составе изоцианатов, экспонаты чугунных мелющих тел, изготовленные из шлаков медиплавельного производства. «Совместно с учеными ЮРГУ разрабатываем новый инновационный материал, называется он «низоцианатные полиуретаны». «Аналогов не в России, не в мире нету. Этот материал, он призван заменить существующий аналог, это полиуретаны. Полиуретаны состоят из двух компонентов, это полиол и изоцианат. Полиолы делаются в России, изоцианаты в России не производятся. В рамках программы импорта замещения, работа ведет с учеными ЮРГУ, на сегодня мы получили уже первые результаты, которые пробуем на практике. В целом планируем, что в 2024 году запустим уже производство этого материала». Также на выставке «Инопром-2023» представлен уникальный проект по созданию транспортных средств для Крайнего Севера. Один из них – арктический автобус, разработанный учеными ЮРГУ совместно с коллегами из МГТУ имени Баумана при производственной поддержке автомобильного завода «Урал». «Это арктический автобус для перевозки людей в населённые пункты, удалённые от основных магистралей в условиях Крайнего Севера либо Арктической зоны Российской Федерации. В основном мы решали инженерные задачи, связанные с обеспечением, с разработкой и реализацией технических решений, направленных на повышение жизнеспособности транспортного средства в условиях низких температур. Здесь проводились различного рода расчёты, моделирование, разработка документации для изготовления отдельных узлов и агрегатов». В течение трёх дней выставки делегацию ЮРГУ ждёт ряд мероприятий – пленарные сессии, круглые столы, промышленные диалоги.